Сегодня, 26 июня, Международный день борьбы с наркоманией. По всей России в этот день проходят различные акции, направленные на пресечение наркобизнеса и выявление наркомании. В Чебоксарах Управление наркоконтроля совместно с администрацией Калининского района провело ежегодную акцию «Троллейбус здоровья». В 10 часов на Красной площади столицы собрались слушатели Детской полицейской академии и волонтеры Калининской администрации, студенты, учащиеся различных вузов и СУЗов. В Международный день борьбы с наркоманией ребята решили обратить внимание на серьезную проблему. Волонтеры сели в троллейбусы 1, 15 и 18, где рассказали о сегодняшнем мероприятии и раздавали номер телефона доверия. Кстати, телефон работает круглосуточно и анонимно, поэтому неравнодушные граждане республики без всяких опасений могут позвонить на номер 23 0100. Любой звонок проверяется Управлением наркоконтроля. Акция работает, она у нас проводится уже шестой год подряд. Очень много звонков поступает к нам на телефон доверия. Каждый звонок мы отрабатываем и благодаря вот таким неравнодушным гражданам ежедневно возбуждаются новые уголовные дела, особенно в отношении наркопритоносодержателей. Нам вот жители и как раз помогают выявлять такие места, чтобы их у нас не было в республике. Акция «Троллейбус здоровья» посвящена профилактике наркомании. Чтобы привлечь внимание общества к проблемам злоупотребления наркотиками и выявить, где их распространяют, пассажирам общественного транспорта волонтеры раздавали флайеры-листовки, где указан телефон доверия, по которому можно позвонить и сообщить, где торгуют смертью. Сами волонтеры убеждены, что их работа не проходит впустую. Мы достаточно часто участвуем в подобных акциях, так как мы все-таки являемся, скажем так, детьми управления наркоконтроля. И поэтому мы обязаны участвовать в таких акциях, помогать им выявлять наркоманов, делать нашу республику чище в этом плане. Более 20 волонтеров распространили флайеры среди горожан за 10 рейсов. И это немало, отмечают в управлении наркоконтроля, поскольку каждый пассажир может донести информацию до своих близких, родных и знакомых. В этом вопросе необходимо участие каждого.